Ну, английская у меня не получилась, я это говорю, что я там переволновался, а так получилось, что спел грузинские только. И все думают, что я умею только грузинские песни петь. Приходите на мои концерты, услышите там и русские, и английские, и украинские, и греческие, и пару грузинских. На украинского вы тоже пьете, да? Конечно, я могу просто сказать со спиватой. А, кстати, я еще раз мулятый умею. Ну, не... Что вам за спиватой? Я не знаю, что знаете. Народные не знают. Знают черные плевцы? Ну, давайте черные плевцы. Черные плевцы насияла маты у моих сутанковых краю. Та я навчила песнянки спевати про пьетушую надею мою. Все. Здорово. Продолжаем. Вопрос от наших читателей. Виктория задает. Шмаги, а где вас можно встретить? В каких местах в Киеве вы любите отдыхать? Не собираетесь ли на море? Все-таки лет во самом разгаре. О, я вообще не люблю отдыхать. Я люблю работать, работать, работать. А в Киеве можно чаще всего видеть в центре. Я там каждый день бываю почти. А так вот не люблю, например, многие спрашивают, в каком клубе тебя можно увидеть. Я не люблю клубы, я туда не хожу. Это не мое, я люблю. Я романтик больше. Ну, в центре, просто гуляете по улицам? Не, там по делам, там встречи разные. Ну, а любимые места, допустим, в Киеве отдыхать где-то? О, я люблю, когда летом в Лавре побывать. Очень, очень люблю. Когда тишина, а там же розы еще. Ой, класс. Много роз. Уф, шикарно. Вы в Киеве живете, да? Да, да, конечно. А помравей? Не просто. Я не люблю. Далее Виктория интересуется. Даша, я читала на одном из сайтов, что у вас депрессия после вылета случилась. Это правда? И как сейчас себя чувствуете? На каком сайте? Не знаю. Депрессия? То, что вы знаете. Ну, депрессия, ну, как депрессия, конечно. Я не хотел погибать, это шо, потому что я уже так привык, это для меня как час такой. Я и там говорил, что вот сердце, на полунике сердце написано «Голос Крэнгин». Так и называется. Поэтому, конечно, депрессия, я не знаю даже, что такое депрессия. Наверное, это другом называется. Это не депрессия. Ну, скорее, будешь расстроен, да? Да, расстроен, очень расстроен. Ну, это всего лишь пару дней было. Ну, хотя и сейчас, если бы мне сказали, тебе верню. О, боже. О, боже мой. Я бы там... Что я говорю? Ладно, все. Николай. Как отразилось участие в шоу на вашей популярности? Узнают ли вас на улице? Ой, конечно, причем не только в Киеве. В Киеве больше всего, конечно, но... Вот я же еще раз говорю, что вот с Алюла еду. Там вот я не мог вообще на улице ходить. Там шмаги, шмаги, мама, это шмаги, это шмаги. Фоткаются, автографы, ну... Еще когда я выступил, это было... Где-то вечером, да, в 8 часов вечера было. И на улице, наверное, 10 тысяч человек. И я одну песню всего лишь спел. Выхожу со сцены, а там где-то человек 150 стоит с автографом. Ну, то есть, хотят автограф взять и пофоткаться. Конечно, очень узнаю. Я не знаю почему. Неужели ты какой-нибудь запоминаешь? Нравится вам? Конечно, конечно, нравится. Я к этому стремлюсь в голову. А сейчас буду все делать для того, чтобы не потеряться. Буду новые песни записывать, хиты выпускать, на концерт ездить. А еще сольный концерт. Сольный концерт у меня начался скоро. В конце августа. Уже есть несколько предложений с этим вопросом. Мариша. Привет, Шмак. Я очень жаль, что не увидим тебя в прямых эфирах голоса в Голос-Окраине. Считаю, что тебя несправедливо вынули из проекта. Высказывания насчет национальности некорректны и непрофессиональны. Должен победить талант, и неважно какой человек в национальности. А просто такое. Чем еще увлекаешься, кроме музыки? Есть ли у тебя обе танцы? Танцы они. Ну, танцуют. Ну, не грузинские. Все спрашивают, грузинские. Грузинские. Ну, такие спортивные, современные танцы. Люблю очень делать шоу на сцене, когда я пою и с девочками. Там придумаю какие-то номера. Сам ты живешь? Нет, там есть хореограф, но мы вместе ставим. То есть я тоже танцую с ним. А еще люблю, люблю, ой, кстати, я люблю вышивать очень. Да, да, не крестиком не умею, но больше люблю этим бисером. Это с детства как-то научился, как кто-то, и бабушка, кто-то вышивала. Я смотрел, 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 а потом сам начал уже. И я думаю, что ничего в этом плохого нет. Все говорят, что это женская. Я вам, ну, нет, почему? Так, Лада. Кто? Лада. А, Лада. Здравствуйте, согласны ли вы... Так, 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 с ними я норвенен относительно того, что вы должны были покинуть трек только потому, что вы другой национальности могли бы спеть песню на грандском языке. Мог бы, ну, там такие правила были, что надо было спеть песню, которую спели на слепом бою. Вот. И какой вопрос еще? Согласны ли вы с ними я норвенен, а еще национальности? Нет. Нет. Точно не согласен. Как сказал Стас Пеха... Как он сказал? Голос не имеет национальности. Или музыка? Да, музыка не имеет национальности. Тем более на самом-то с Москвой. Ну, я на ней не в обиде, конечно. Мы будем общаться дальше. Приду на прямые двери, увижу ее. Ну, я национальности, как украинская песня. Вам не дали спеть песню? Нет, там такие правила были, что надо было спеть песню, которую спели на слепом андоре. А-а. А вы тогда пели песню на каком языке? На Рождественском. Да. И все начали потом писать. Ну, вот, Шмаги больше ничего не умеет петь. Вот же. И ходите на концерты, все увидите. Шмаги все умеет. Алина интересуется. Здравствуйте, Шмаги. Вот ты принимал участие во многих телевизионных проектах. В связи с этим у меня к тебе вопрос. Чем для тебя были все эти проекты, и кем ты видишь себя в будущем? Может, очень известным и богатым певцом? Или, возможно, варианты? Да, я вижу. Я вижу себя себя певцом известным. Ну, даже могу сказать стиль. Я, скорее всего, буду в R&B работать. Soul R&B. Это мое. И хочу побольше английских песен. Богатым. Ну, деньги для меня вообще не главное. Вообще. Будут, будут, не будут. Главное, чтобы мои будущие дети были здоровы. Что дали вам участие в рэпе в телевизионах? Из факторов вы и страны? Популярность. Опыт. Новые знакомства, друзья. Друзей. Друзья, друзья. Друзей, да? Да. Да. Друзья. 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 Да, не боюсь. Алина. Шмаги. У вас есть авиатор на тренера? Ирина. Отвечали. Да. В целом, вы не жалеете, что приняли участие в проекте? И что планируете делать дальше? Задавить песен, работа в студии, что советуют друзей и близкие? Нет, конечно, не жалею. Боже, спасибо. Чтобы я жалел от участия? От участия? Нет. Не жалею точно. А дальше буду делать... Значит, во-первых, я сам пишу песни. И записываю их, русские, английские, на украинском тоже. Буду записывать новые песни. А еще буду... С ноября, по-моему, начинается в Грузии отбор. Наверное, в Грузии буду заявку подавать. Мы уже готовим песню. Мы уже готовим, думаем образ. То есть, мы не будем останавливаться, вы меня сейчас будете всегда видеть уже. Так что не теряю все. Так, у нас был вопрос. Будут ли ли вы участвовать в разговаривании в Грузии? Угу. Какие будете? Да, да, я буду. Да. Так, Кристина, интересуется Шмаги. Если бы ты попал на необитаемый остров, тебе можно было с собой взять кого-то? Кто бы там был? А вот это первый вопрос. Мне не нравится. А? Вопрос мне нравится. Ну, кого бы это был? Кто бы это был? Или что это был? Ну, вот. Кто это был? Ну, давайте профинтезируем. Кто и что? Да. Самая необходимая вещь на необитаемом острове. И кого бы вы взяли с собой? А, вещь? Вещь, вещь. Ну, я бы взял с собой... Брата. А вещь? Да. Мне просто очень весело. Мне скучно будет. Вот. А из вещей? Ой, даже не знаю. Гитара, наверное. Вы знаете, вот песня есть. Я никогда не видел такого чуда. Ну, там про остров тоже. Не обитаем. Гитара, да? Не. 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 Просто, когда мы гуляем где-то. Не-не. Не. 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 Когда мы вот с друзьями собираемся вместе. На ресторане. Ну, просто для себя танцуют. Он не профессионал. Он не такой настоящий джигит. Грузин. Он с акцентом говорит. Вахо. А вы в Украине там живете? С третьего? Значит. С третьего? Нет. С четвертого.